Участок Старозагора от Советской Армии до Нового Вокзальна очищают от льда и снега ежедневно. Горожане усилия подрядной организации ценят. Тут хорошо у нас, хорошо, нормально. Хорошо, что чистят город, потому что снега очень много грязного. Это очень хорошо. Дорога в приличном состоянии, в хорошем, но тротуары в этом году не нравятся. Прошлым летом участок улицы Старозагора от Советской Армии до Нового Вокзальна капитально отремонтировали по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Летом второй участок до Ташкентской тоже приведут в порядок, поэтому подрядчик будет содержать улицу три года. Зимой очищать от снега и наледи дороги, тротуары и остановки, а летом от мусора. И, конечно, следить за качеством дорожного покрытия. Если какие-то выбоины и трещины будут образовываться, значит, они будут заделываться литой асфальтобетонной смесью. Если что-то будет выкрашиваться больше, значит, гарантийный ремонт будет выполняться, чемпионочно-мастичной асфальтобетонной смесью. Контролируют выполнение договора и сроки комплексной уборки улицы специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Они строго следят за тем, чтобы трактора очищали не только проезжую часть, но и парковочные карманы. После расчистки улицы снег сразу вывозят на полигоны. Данная зима не стала без исключения, несмотря на то, что осадков было не так много. Все равно некие трудности она все-таки доставила. Были такие периоды времени, когда у нас была положительная температура, потом резко ушло все в ноль. И вся работа была направлена на борьбу со скользкостью на тротуарах и на проезжей части, на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах. Следить за своевременной расчисткой улицы от снега помогают самарцы. Они сообщают на сайт МБУ «Дорожное хозяйство», какой участок нужно привести в порядок. Только за последние сутки на полигоны вывезли порядка 7 тысяч тонн снега, а с начала зимы уже почти 250 тысяч тонн. Этой ночью город убирали 435 рабочих и примерно столько же единиц техники. Днем работы продолжаются. На уборке задействовано почти 200 тракторов и самосвалов и более 300 дворников. Сергей Кизорки, Николай Сидоров. События.